Здравствуйте, дорогие друзья! Значит, у нас продолжается опять следующая обработка следующего гриба, березовая губка. Но мы тут вам не только покажем, как он обработается, но и покажем, как он употребляется. Вот у нас баночка с настоянным грибом. Значит, и кружечка. Наливаем половину стаканчика. Это водная настойка в воде. За ваше здоровье! Пью и не кривлюсь. Ну, так он и не это... Есть там немножко горчинка, но это не та горчинка. Пьем уже третью неделю, как видите, живой. Перед вами показываю нагляд. Вот смотрите, я говорила, когда снимала, что мы там были, взяли. И вот это мы так резали. И на водку не настаивали, потому что... Куда ты меня тянешь? Что ты хочешь, я не понял? Господи! с этим мужем. Вот это... Вот. Видите, вот он так хорошо ломается. Высох. Я его сушила, честно говоря, положила на старенькую наволочку и под батарею. Даже не стало это. И вот делаем такую настойку и пьем. Я ни к чему не призываю. Каждый должен для себя решать. Но вот мы впервые вот этот гриб, березовая губка, попробовали. И я, честно говоря, очень довольна. Очень довольна. Не, Витя, ты рано бросил. Возвращай обратно, видишь, какие у меня куски. Ну вот чувствуется, что жена резала. А может, не в курсях. Что, какая? Какая разница? Ну, разница есть. Ну, пожалуйста. Ну, можно будет потом ломать дополнительно. Ну, хотя кусочки, он быстрее сохнуть будет. Балована Галя. Ну, почему тут балована Галя? По плиту, что так и есть. Ну, этот гриб, трутовик, он тоже. И, видите, натянутый снегом, даже еще влажный. Он мягкий, поэтому он, наверное, так и называется губка. Видите, как прогибаются. Это не тот, что мы, трутовик окаймленный. Тот был жесткий. Даже некоторые части выбросили. А этот, вот именно, как губка. Мягкий. Какие результаты? Вот что я заметила. Вот как раз на желудочно-кишечный тракт очень хорошо. У меня проблема есть немного с желудком. Вот это изжога и все остальное. Я там яблочным уксусом спасалась. Сейчас скажут, что я глупая женщина, что я говорю. Но это я уже проверила. Активированный уголь и запейте на стакан столовая ложка яблочного уксуса, домашнего. Мы его делаем очень много. Но гриб, я вам скажу, намного лучше. Решает эту проблему. Однозначно. Что я за него узнала? Ну как все трутовики за них говорят они очень хорошо с злокачественными и доброкачественными опухолями справляются. Это как говорится я не проверяла. Но вот только то, что я могу рассказать. То, что я узнала из других источников. Ну соответственно желудочно-кишечный тракт. Это я вам гарантирую на 100%. Это правда. Воспалительные процессы разные я так понимаю. Повышение иммунитета. Но опять же они также говорят что для похудения. Но вот этот миколог которым я говорила он на эту тему только говорил за трутовик окаймленный. Нервные расстройства короче с нервной системы. Общие укрепляющие соответственно более утоляющие выводит токсины очищает печень. И вот как раз вот этот миколог он говорил что именно подчеркивал что это березовая губка очень сильный детокс. То есть выводит из организма разные токсины и все остальное. Ну и соответственно идет улучшение обмена веществ. Так же самое что расщепление жиров пишут и предотвращает их отложения. Но он именно за этот гриб подчеркивал что вот детокс вот он просто подчеркнул. А именно расщепление жиров и похудение вот он за трутовик окамеленный говорил. Ну вот так же самое надо порезать вот это что мы нашли и будем сушить. Вот у нас сухой вот у нас уже запаренный раствор. И что хочу сказать я в том видео не сказала кусочки так как я не просто грибы собираю но я немножко эти все вопросы по здоровью изучала в нашем киевском медицинском институте народной нетрадиционной медицины. То есть чтобы вы так понимали это обычный медицинский институт но они там еще изучают ну якобы так называемое народное направление то есть там лечение травами мануальная терапия ну много не буду все сейчас перечислять ну и один из таких там биоэнерго терапии то есть все время я попала в этот институт сама даже не ожидала меня эти все вопросы не интересовали прошло там обучение у профессора врача кардиолога бината Сергея Герасимовича прошла все экспертизы и получила разрешение на лечение людей как биоэнерго терапевт не путайте терапевт это не врач терапевт который лечит таблетками а терапевт это переводе лечение то есть лечение энергиями и прочее то есть я умею диагностировать людей и восстанавливать энергетику и все остальное так что к чему я сейчас это все веду сначала соответственно там и лекции были по лечению травмами и почему люди часто отказываются от лечения травами и говорят что это все ерунда и соответственно вот лечение грибами это тоже к чему веду когда где-то на пятые седьмые сутки когда мы принимаем там настойки из трав и вот настойка из гриба была у меня где-то вот как раз через неделю начинается обострение то что у меня произошло больше всего что у меня в молодости был ревматизм но меня никто не обследовал диагноз не установлен но у меня поражены были суставы и в первую очередь если что-нибудь такое начинаю пить я очень хорошо чувствую на суставах и вот я прекрасно почувствовала свои суставы поэтому сейчас уже это обострение прошло и когда в такие минуты когда люди принимают травы принимают значит гриф не надо пугаться не надо кричать что мне это не помогает что меня хотят отравить и все остальное надо просто уменьшить дозы этот какой-то момент перетерпеть с меньшими дозами и дальше когда вот это обострение проходит оно за несколько дней может пройти ну так же самое дней за 5 за недель может пройти и уже начинаются совершенно другие эффект мы уже тогда чувствуем так что не призываю но кому будет интересно читайте смотрите и желательно конечно слушайте смотреть и читать специалистов потому что все-таки просто обыватель просто блогер может иногда не то посоветовать вот такое значит так муж вот у меня старается пока я бла-бла-бла вот только нарезал еще осталось две березовые губки вот они видите какие красавицы а я снимала там даже больше были ну придет лето будем уже собирать будем знать просто не знали все нельзя знать в принципе все приходит как я поняла в нужное время когда мы заслуживаем когда когда мы не заслуживаем даже когда попадают вот где-то такая информация можем прочитать но ничего более и проходим как говорится мимо но приходит какой-то момент человек получает какие-то проблемы со здоровьем начинает что-то вспоминать начинает что-то задумываться и начинает чем-то интересоваться и что-то применять все-таки я считаю что все-таки травы вот а теперь и грибы это хорошая ну как сказать ну помощь хорошее дело хорошее дело мы никого не призываем да хотите следуйте не хотите читайте никому не надо верить фукайте да никому верить не надо надо проверять надо экспериментировать то что я живой вы увидели и режут то что я пив живой они сказали обманули поэтому не верьте он обманщик он обманщик не верьте ему он такой у меня ну все дальше когда высохнет можно там и в духовке на 40-50 градусов не надо и можно просто так вот сейчас еще батарея значит можно под батарею то есть есть такие два способа сушки если лето это можно допустим если частные дома я вот гриб веселка подступала своим родственникам они просто подвешивают на как называют гореще как это дах на чердаке так что каждый может найти свой способ как высушить разные есть варианты ну все следующий раз когда высохнет покажем плоджение вот нас уже березовая губка высохла и мы через кофемолку вот сделали в таком состоянии будем уже березовую губку заливать сушила я в духовке на минимальной ставила там где-то 30-40 градусов значит сколько читала рецептов везде рецепты так как мы первый раз это делаем это 3 столовых ложки на 0,5 литра водки но мне кажется надо больше поэтому ищите рецепты я делаю пока по-своему значит 1 2 3 4 5 6 7 8 здесь 8 но я считаю что это будет мало у меня есть 2 литра 2 или больше 2 литры водки я буду вот это все потому что мне больше нравится другой рецепт 2 третьих гриб и остальное водка заливается поэтому мне эти рецепты что-то не нравится уж больно мало гриба это или экономят или люди или люди чуть ли не авария не прошла слава богу обошлось быстро бы это самое вымочило бы вот это мне больше нравится она как раз и будет одна треть гриба и две третьи водки меколог советуют водкой заливать не спиртом потому что есть что растворяется водой в грибах есть что растворяется водкой спиртом то есть вот таком виде накроем сейчас крышечкой и на две недели поставим темное место потом советуют пить 1-2 ложки 2-3 раза в сутки читайте интересуйтесь я никого ни к чему не призываю это наш первый опыт лечения трутовиками поэтому надо слушать специалистов и самим решать надо лечиться не надо ну надо кому тот будет интересоваться до свидания до следующих видео будьте все здоровы